Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем втором сегодняшнем вебинаре. Первый вебинар прошел у нас сегодня в 12 часов. Сегодня у нас второй вебинар за день. Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. И поэтому перед тем, как передать слово нашей сегодняшней ведущей, постоянной ведущей Директ Академии Марине Орешко, я хотел бы, как всегда, сообщить кое-что о наших полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Итак, первая ссылка ведет на нашу главную страницу, где вы можете зарегистрироваться на все онлайн-мероприятия до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И на этом видеоканале вы можете ознакомиться с записями более 450 наших вебинаров. Запись этого вебинара тоже ведется и, скорее всего, завтра будет выложена на этот канал. Тем, кто еще не подписан на этот канал, прошу подписываться. Это будет, я думаю, для вас полезным. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов, где в настоящий момент находится предложение по 11 нашим курсам. Те, кто хотят учиться дистанционно, это ссылка для вас. Хочу отметить, что вот прямо сейчас идет курс Марины Анатольевны Орешко «Информационные технологии в библиотеке и не только». И мы планируем 21 мая повторно начать курс Натальи Логачевой, посвященной написанию диссертаций, технологии написания диссертаций. Ну и последняя наша ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. К концу нашего вебинара вы уже сможете получить сертификат, приобрести сертификат по вот этой вот ссылке. Также я хотел бы, теперь посмотрим в конец нашего чата, и я хотел бы познакомить вас с... Ой, прошу прощения, а я не взял. Мне придется сделать паузу на одну минуту, и я, к сожалению, не скопировал ссылки, сами ссылки. Хорошо, давайте я не буду задерживать вебинар, расскажу словами, а сразу после ее начала вебинара сделаю ссылку на три следующих мероприятия, онлайн-мероприятия, которые должны состояться у нас завтра, послезавтра и в пятницу. Ну что ж, да, сегодня очень интересная тема вебинара, и я приглашаю Марину на связь для проведения нашего сегодняшнего мероприятия. Уважаемые коллеги, я надеюсь, меня хорошо видно, хорошо видно и слышно. И я думаю, можно уже начать наш сегодняшний вебинар, который я назвала еще раз о виртуальных выставках. Почему и еще раз? Дело в том, что в прошлом году я уже проводила вебинар по этой тематике, как раз с помощью Директ-Академии. Он рассказывал об особенностях создания виртуальной выставки, об инструментах для реализации замыслов. Ну, все идет, все изменяется, какие-то инструменты уже перестали функционировать, какие-то изменились, что-то появилось новое, интересное. Поэтому сегодняшний вебинар будет еще одним шагом вперед в освоении технологий виртуальных выставок. Я расскажу важную информацию и ту, которую затрагивала на прошлом вебинаре, и надеюсь, постоянные слушатели тоже что-то новое сегодня для себя узнают. Ну, давайте начнем. Ну, не секрет, наверное, что выставочная деятельность библиотеки – одно из важнейших направлений в работе, никто с этим и не спорит. И все чаще, наряду с традиционными нашими выставками, используются выставки виртуальные, которые размещаются в сети интернета, с которыми могут знакомиться читатели с помощью телекоммуникационных технологий. Особенно это актуально, если у библиотеки есть свой сайт или блог, или может быть даже группа в социальных сетях, где можно делиться этими выставками, приглашать читателей, заинтересовывать их, и, возможно, когда-то виртуальные читатели станут и постоянными. Традиционное объяснение виртуальной выставки звучит так. Это публичная демонстрация в сети интернет с помощью веб-технологий, виртуальных образов, специально подобранных и систематизированных, произведений печати и других носителей информации. Сложноватое определение, но смысл главный в том, что мы демонстрируем обложки книг, виртуальные образы книг, представленных на выставках, даем краткое описание, аннотацию, дополняем это какими-то визуальными элементами, возможно, добавляем какую-то дополнительную информацию, чтобы можно было не только посмотреть на обложку книги, но и узнать о ней чуть больше. Возможно, даже прочитать ее в электронном виде или познакомиться с историей создания и узнать о писателе. В общем, идей тут очень много. В одной библиотеке сделали выставку, где слайды с изображением книг проплывали на фоне видео. Как бы это сделать? Походу я вам подскажу сервис, который может попробовать нечто подобное. Не знаю, что сделали в библиотеке, в которой вы пишете, но что-то подобное вполне реально сделать. Чуть позже об этом расскажу. Итак, плюсы виртуальной выставки вполне очевидны. Во-первых, это ее доступность. Она доступна в любой день, час, независимо от режима работы в библиотеке. На ней можно представить любое количество документов, и вы не зависите от книговой дачи. Даже если книжка выдана, и в библиотеке нет данный момент из выставки, она не исчезает. Информацию о ней всегда можно получить. Кроме того, на виртуальной выставке вы можете представить не только книги и печатные издания. Сюда можно добавить аудио, визуальный ряд, какие-то дополнительные материалы, например, гиперссылки на интересные ресурсы из сети интернет, на электронные библиотеки, где эту книгу можно взять и почитать. И, конечно, виртуальная выставка по сравнению с традиционной, оформленной, требует не очень больших затрат. Затраты будут связаны в основном с вашим временем и с освоением каких-то информационных технологий, если вы решили взять за создание... Да, музыку можно добавить. За создание виртуальной выставки. Давайте посмотрим, что можно представить на виртуальной выставке. Чаще всего это обложки книг, аннотации, библиографические описания. А что еще? Что, на ваш взгляд, могло бы привлечь читателей вашей виртуальной выставки? Как вы думаете? Может быть, у вас есть опыт работы в создании такой выставки? Может быть, в чате поделитесь информацией. Что еще можно представить, кроме обложки книг, аннотации и библиографического описания? Чаще всего ведь виртуальная выставка представляет из себя вот эти три кита. А дальше, чтобы выставки не были однотипными, может быть, что-то еще? Да, отзыв читателей о книге, это было бы здорово и интересно. Соединяйтесь в видео, где читают тексты. Да, отлично. О, селфи с книгой. Это уже новое что-то. Тоже интересно. Да, игровые выставки, викторины тесты тоже интересно. Отрывки в исполнении читателей. Да, иллюстрации. Да, иллюстрации книгам. Облака слов. Да, выдержки интересные. Цитаты из книг. Да, да, да. Все это отлично. Все это о эксклибрисе и автографописателе. Здорово. Ну, то есть, вот виртуальная выставка, она все тут зависит только от вашей фантазии. Можно представить, соединить книгу еще много с чем. С инфографикой, все верно. И добавить сюда и видео, и аудио, и инфографику. Создать такой очень красивый аудиовизуальный образ, чтобы читатель зачарованный побежал тут же в библиотеку за этой книгой. Несколько существует классификаций выставок. Бывают выставки книжные, журнальные, газетные. Выставки одной книги. Музыкальные выставки. Вот то, о чем мы говорили недавно. То, что можно добавить музыку. Видеовыставки, где можно представлять и фильмы, экранизации, видеоспектакли, слайдшоу, буктрейлеры. Если вы их в библиотеке делаете сами. Можно делать выставки творческих работ читателей. Например, по страницам книг. Попросить нарисовать картинки, написать лунгриды, комиксы, презентацию сделать. Можно делать выставки тематические подборки интересных веб-ресурсов по какой-то теме. Например, актуальная тематика сейчас. Интересные подборки веб-ресурсов по подготовке к единому государственному экзамену. Всегда спрашиваемая тема в библиотеке. Можно такие выставки тоже делать. В помощь абитуриентам. Пресс-клиппинг. Это такой относительно новый вид выставки. Не так часто используется. Может быть, вы слышали. Кто не слышал, сейчас покажу ссылкой, как это работает. Пресс-клиппинг. Это, по сути, обложки журналов. Если нажимаешь на обложку журнала, открывается статья оттуда. Подборка журнальных статей на определенную тему. Оформленная в виде обложек. Вот таким образом красивое название для него придумали. Пресс-клиппинг. Ну и, наконец, интересная тоже штучка. Выставка-открытка. Об этом я тоже сегодня расскажу. Как такие выставки-открытки делать. Это, конечно, не все. Это самое такое. То, что лежит на поверхности. Классификации можно придумывать много. Сейчас выставок все больше и больше разных, интересных. Но о них и поговорим поподробнее. Я по ходу рассказа буду какие-то ссылки посылать в чат, чтобы вы могли посмотреть на выставку, оценить. Если у вас какие-то предложения, замечания, восторги, эмоции, пожалуйста, в чате пишите ваши впечатления или рассказывайте о чем-то о своем, если вы что-то подобное уже сделали. Ну, начнем с сервисов попроще. Можно сделать выставку-публикацию на основе готовых материалов, если у нас уже она сделана в PowerPoint или в формате PDF, если она уже есть. Можно попробовать использовать разные инструменты. Ну, например, самый известный из них – это сервис Colomeo. Давно работает стабильный рабочий инструмент, который позволяет делать практически неограниченное количество электронных публикаций. Насчет неограниченности. 15 гигабайт дают свободного места, но это не очень так мало, я бы сказала. Публикации чуть ли не до 100 страниц. То есть это довольно значительные можно делать вещи здесь. Самое замечательное, что сервис сейчас переведен на русский язык и работа с ним стала еще проще. После регистрации мы нажимаем кнопку «Опубликовать», выбираем файл, добавляем описание, выбираем вид просмотра публикации. Тут можно сделать похожим на книгу просмотр с перелистыванием страниц шелеста, выбрать фоновое оформление, выбрать фоновую музыку, если вы хотите под музыку что-то просматривать. И в итоге получается такая публикация. Остается только загрузить вашу презентацию PowerPoint или PDF формат, и она у вас отобразится в виде вот такой листающейся публикации, либо вертикальной, либо горизонтальной. Самое замечательное, что просматривать эти публикации можно, приближая, увеличивая, уменьшая. Это очень удобно. С чтения с экрана для зрителей. Минусы здесь какой? Ну, единственный недостаток, то, что здесь при конвертировании PowerPoint презентации иногда могут некорректно отображаться шрифты, особенно если они декоративные, рукописные какие-нибудь, красивые, нестандартные. В этом случае рекомендуют сделать PDF-копию вашей выставки и вот уже через PDF формат загружать, тогда все отобразится очень корректно и будет красиво. Теперь о недостатках. Недостаток здесь один. Вы можете получить код и ссылку для того, чтобы делиться этой публикацией в сети с читателями. Встроить ее на сайт, в блог можно. Единственный недостаток здесь будет мелькать реклама. К сожалению, поскольку сервис условно бесплатный, то в бесплатном аккаунте будет появляться реклама. Это не очень интересно, если у вас, например, детская библиотека. Да и вообще-то не очень удобно для читателей. Да, тут есть опция «Шелест страниц». Надо просто открыть рабочее поле. Я уже не помню, какая кнопка по счету она здесь. Но здесь есть в разделе «Настройка», вот где макет публикации, там чуть ниже есть еще «Включить шелест страниц». Вот я нашла ее «Включить языковые эффекты». Там галочку, если включить, то будет «Шелест страниц». Далее, что делать, если реклама вам не нравится, а хочется без рекламы как-нибудь попробовать. Есть вариант, называется «Flip Snack». Похожий на Colomeo сервис. Он позволяет делать тоже электронные публикации на основе PDF-файлов. Сюда вы загружаете PDF-файл, выбираете оформление. Как вы видите, тут можно и цветовую гамму, и фоновые настройки сделать. Здесь появился тоже «Шелест страниц». Здесь есть звуковой эффект. И здесь есть возможность сделать твердую обложку. Такая презентация как альбом получается. И после этого можно красивенько все это листать. Colomeo, во-первых, привлекательнее, чем он на русском языке. И в нем понятнее работать. Это сервис англоязычный все-таки. Здесь чуть сложнее будет. И потом здесь ограничение бесплатное до 15 страниц. То есть выставка будет очень небольшая у вас на 15 слайдов. Зато никакой рекламы. Будет маленький значок внизу с логотипом сервиса, с его названием. И на этом все. Colomeo позволяет создавать папки электронных публикаций. Забыла вам об этом сказать. Вот еще один его плюс по сравнению с «Flip Snack». У него есть возможность создать одну бесплатную папку. Для чего это можно сделать? Вы сюда можете добавить несколько своих электронных публикаций. И сделать на их основе такую книжную полку. Она будет у вас как виджет с изображением книжной полки вставляться на сайт или в блог. А на этой полке вы можете разместить свои электронные публикации. Интересный вариант. Если вы что-то свое издаете, какие-то свои материалы, можно вот такую папку своих материалов создать и вставить у себя на сайте и в блоге для методической службы. Хороший вариант. Например. Но опять-таки вот реклама. Единственный недостаток Colomeo. У «Flip Snack» возможности книжных полок создавать нет, но зато рекламы нет. Далее. Если все-таки мы хотим презентацию увидеть со слайдами красивую, то можно попробовать, во-первых, PowerPoint, само собой. Это без вопросов, первое. Во-вторых, вы можете, чтобы ее поместить на сайте и в блоге, все равно придется ее где-то опубликовывать. Можно вызвать какие-то сервисы для публикации, можно попробовать эту презентацию собрать прямо в онлайне или загрузить ее в такой сервис. О чем я говорю сейчас? Это о сервисе Google Презентация. Самый известный сейчас сервис, наверное, для создания онлайновых презентаций и бесплатный, и на русском языке, и достаточно неплохим таким функционалом. Он позволяет создавать как слайды, готовые в онлайне, и тут же их наполнять содержанием, так и просто загрузить свои слайды, и там уже их редактировать на свое усмотрение. В итоге вы получаете код и ссылку для вставки на сайт и в блог. Это виртуальные выставки. Сейчас я вам ссылку на Google Презентацию отправлю, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Так, вот, пожалуйста, ссылка на Google Презентацию. Что здесь замечательного? Ну, бесплатность, само собой, русский язык. Здесь очень неплохой функционал, и даже регистрироваться нигде не надо. Если у вас есть аккаунт Google, тут же автоматом вы работаете. Все работы сохраняются у вас на Google Диске. Сервис абсолютно бесплатный, ему не грозят разные катаклизмы, как сейчас идет такая волна отключения бесплатных аккаунтов и сервисов. Очень многие сервисы пропали за последние несколько месяцев. Вот совсем недавно информация, что сервис для хранения презентации, слайд бум, тоже работает буквально последний месяц, потом в мае закрываются, и все работы с него пропадают. Он у меня был здесь в обзоре, в этой презентации, я хотела о нем рассказать, но в итоге от этой идеи отказалась. И сейчас ориентируюсь вот сама, когда создаю свою презентацию, ориентируюсь прежде всего на Google Презентацию. Пока вот это самый стабильный из всех сервисов презентационных. Есть у него, правда, конкурент, называется он «Зоха Шоу». Он недавно переведен на русский язык. Он условно бесплатный, здесь часть функционала за деньги, но то, что касается презентации, здесь достаточно много возможностей. Чем он может вас заинтересовать? Здесь больше шаблонов для оформления, здесь они более красивые. Здесь больше выбор шрифтов, ну и различных других красивостей, например, переходов между слайдами, каких-то там маленьких оформительских штучек. В общем, если Google Презентация такая более функциональная, более рабочая лошадка, то вот «Зоха Шоу» он более такой красивый, артистичный сервис. Здесь нужно зарегистрироваться, можете и с Google Аккаунтом регистрироваться, можете и с обычной электронной почты. Хороший вариант, если, допустим, у вас фильтры стоят, и вы не можете на работе пользоваться сервисами Google, а презентацию хочется создать, то вот «Зоха Шоу» тоже. А по функциям он абсолютно идентичен Google Презентации. Вы загружаете либо свои слайды, либо их в онлайне, создаете, оформляете, получаете код и ссылку для того, чтобы делиться. У «Зоха» и у «Гугла» есть функция совместной работы. Вы можете приглашать других соавторов. Для работы и количество этих соавторов не ограничено. А у «Зоха» даже чат есть для обсуждения создаваемой презентации. Это можно использовать, если вы, например, создаете презентацию вместе с читателями или с коллегами. И вот каждый из своего дома может часть своей работы таким образом разместить. Давайте посмотрим более интересные, не скажу более интересные, более красивые еще сервисы, более необычные. Сервис «Пикточарт». Вообще-то этот сервис ориентирован, прежде всего, на создание инфографики. И у него много там шаблонов для инфографики. Я о нем рассказывала на вебинаре, на одном из предыдущих. Но есть у него и функция создания презентаций. А почему бы и нет? Можно попробовать презентации здесь создавать. Вот ссылку я вам сейчас в чат отправила. В презентации, получается, здесь не послайдовые, а вот такие просмотровые. Надо мышкой вниз листать и прокручивать. Получается, как такая длинная полоса. Немножко необычный вариант. Зато здесь есть достаточно симпатичные шаблоны. Их, правда, бесплатных немного, 12 штук. Но есть большая библиотека разных красивых картинок, которые можно использовать. Большая библиотека разной графики. Вы можете и свои изображения сюда подстраивать через кнопочку «Upload». Вы можете текст, цветовую гамму выбирать, фон редактировать и много-много другое. В презентацию можете вставить еще и видеофайлы. Собственно, и Google, и Zoha, они тоже поддерживают видео. И туда тоже можно вставить такие варианты. И готовую презентацию сохраняйте, получайте ссылку для того, чтобы вставить на сайт и в блог. Пиктачар – это очень удобный, довольный инструмент, хотя и на английском языке. Но результат получается красивый. Кстати, если ни один из шаблонов вам не понравился, вы можете начать работать с нуля, взять пустой чистый слайд и на нем начать что-то делать. Единственное, здесь красивые, конечно, шрифты. Но когда мы пишем «Кириллица», часть этих красивостей исчезает. Не все шрифты их поддерживают. «Кириллицу», я имею в виду. Поэтому сервис такой, не без недостатков, но очень симпатично. Например, можно создать выставку одной книги или какую-то небольшую мини-выставку по какой-то определенной теме. Хороший вариант. И опять небольшой минус. Пиктачарт объявил, что 6 мая они сокращают объем бесплатного аккаунта. Теперь бесплатно можно использовать все шаблоны без исключения, но количество создаваемых работ с одного аккаунта только 5. Это имеется в виду всего 5. То есть и презентации, и инфографика, в общем, любую работу, которую вы создаете, она идет в общий счет. Но, к сожалению, вот таковы особенности. Тем не менее, сервис интересный. Можно листать ведь презентацию не традиционно, как мы слева направо, сверху вниз, но можно и одновременно в двух направлениях ее пролистывать. Если вы хотите такое многомерное нечто создать, то вот, пожалуйста, сервис Slides. Он позволяет создавать презентации в режиме онлайн и пролистывать их слева направо и сверху вниз. Для этого в рабочем поле, вот я в красной рамочке, выделила два плюсика. Слайды можно добавлять либо справа, либо снизу, нажимая соответствующий плюсик. А рядом серой полоской я открыла все, что можно добавить в эту презентацию. Тут по надписям все понятно. Тексты, картинки, видео, разные формы линии. Кнопка eFrame добавляет разный встраиваемый контент. Например, какие-то игры, викторины, презентации, которые уже опубликованы в сети, можно сюда добавить. Математические формулы, если у вас какая-то специализированная выставка. Все это добавляется, оформляется красиво. Можно подгружать свои картинки с компьютера. Можно брать шаблоны из самого сервиса. Что еще здесь можно добавить? Ссылки на веб-ресурсы. И все это сохраняется, публикуется. И опять ссылку и код вы получаете и вставляете на сайты в блог. Теперь недостатки. Минус тут английский язык и то, что здесь дается не очень много свободного места для бесплатного аккаунта. 250 мегабайт свободного пространства. Если вы с не очень большим количеством медиафайлов это все создаете, то, наверное, этого достаточно, чтобы создать несколько интересных работ в этом сервисе. В любом случае можно попробовать. Получается очень эффектно. По крайней мере, так выглядит. Еще один интересный сервис – E-Maze. Он позволяет создавать презентации с элементами 3D. С элементами объема, где картинки выезжают, уезжают, где фоновая музыка существует. И сюда же можно вставить и тексты, и видео, и картинки, и различные встраиваемые объекты, так называемые виджеты. Как это работает? Вы регистрируетесь в сервисе, а дальше вам на выбор предлагается либо загрузить уже готовую презентацию PowerPoint и применять все эффекты по отношению к ней, либо тут с нуля прямо в самом сервисе создать презентацию по слайдовую и тоже на основе какого-то шаблона. Шаблоны здесь необычные. Есть, например, шаблон газеты. Вот как газета, заголовок, статьи. Вот так выглядит выставка. Есть шаблон, который ссылку я вам сейчас дала – художественная галерея, где мы двигаемся по залам художественной галереи и просматриваем все, что тут на стенах помещено. Есть еще несколько других интересностей. Часть бесплатная, часть за деньги, но бесплатных довольно много шаблонов. Можно что-то красивое и интересное выбрать. Для ярких и запоминающихся выставок хороший вариант. Здесь можно добавить тексты, картинки, с компьютером можно и сети. Медиа – это видео и аудио по ссылке. Шейп – это геометрические фигуры. Виджет – это слайд-шоу. Прямо в самом сервисе можно создать еще и слайд-шоу. И информацию из соцсетей – Facebook, Twitter сюда же прикрепить. Ну и таблицу добавить в заключение. В общем, практически очень много чего, многообразие контента. Ну и кроме того, ко всем текстам и картинкам можно еще и ссылки на дополнительные ресурсы привязывать. Получается красиво и необычно. На сайте и блоге очень неплохо публикуется. Бесплатно создается 5 презентаций. Есть подробные обучающие материалы. В общем, очень необычный, симпатичный сервис. И главное, несложный. Ну вот, без этого сервиса не обходится, наверное, ни один рассказ о виртуальных выставках. Это сервис Prezi, который тоже меняется, развивается, меняется и в лучшую, и в худшую сторону. Сейчас я вам ссылку отправлю в чат на некоторые, на одну из выставок, созданную в этом сервисе. Prezi – это так называемые летающие презентации с неожиданными переходами, увеличением и уменьшением масштаба. Смотрится очень любопытно. В свое время появление этого инструмента произвел настоящий фурор, и очень многие его использовали. Сейчас уже как-то ажиотаж схлынул, уже меньше этих презентаций можно увидеть. Но, тем не менее, он продолжает работать. Здесь много шаблонов интересных, и можно попробовать. Для начинающих, может быть, немножко сложновато для начала покажется, потому что, как таковых, тут слайдов нет. Есть, как вы видите, вот такие вот круги, шаблоны. Внутри этого круга вписывается разный контент. Пока приходится ориентироваться по шаблонам, потому что с нуля создавать становится сложновато. А вот пошагово по шаблонам можно попробовать сделать интересную презентацию. Может, на и цветовую схему поменять, и как-то немножко подредактировать на свой вкус и лад. Что можно вставить в эту презентацию? Контент, картинки, СПК, видео с Ютуба, формы линии, можно музыкальное сопровождение добавить, слайды готовые с PowerPoint, если они у вас есть, можно тоже загрузить. Само сервис развивается, и сейчас он доступен в двух вариантах. Вот на экране сейчас традиционный PreziClay Classic. Он позволяет получить код и ссылку, а еще у него пока еще бесплатно работает опция загрузки на ПК. Я попробовала, позавчера загрузила свою собственную презентацию, все получилось хорошо. Можно скачать готовую презентацию, она у вас сохранится в таком флеш-файле, который можно будет проигрывать оффлайн без привязки к интернету для читателей, показывать на мероприятиях, например. Но это что касается Prezi Classics. Это, как говорят создатели, уже устаревшая технология Flash. Но пока работает сервис, пока возможно в нем создавать. А вообще-то больше агитирует вот за этот вариант Prezi Next. Это уже более такая продвинутая версия HTML5. Технология более скоростная. Презентации все более корректно отображаются. Сейчас они уже хорошо смотрятся и на мобильных устройствах. Все функции те же самые. Все то же, что и раньше было. Плюс еще добавилось огромное количество шаблонов. Их здесь теперь около 100 всяких разных. Только час потребуется, чтобы выбрать шаблон всего этого многообразия. Свой собственный создавать проект нельзя, только если вы сберете шаблон. Кнопочка Insert добавляет списком все, что здесь только может быть. Тексты, картинки, аудио, видео и все остальное. Масштабирование увеличилось, объекты из кадра не выпадают. Все очень стало красиво и функционально. Но готовую выставку можно только ссылкой получить или кодом, чтобы встроить на сайт и в блог. На ПК Prezi Next сейчас не сохраняется и скорее всего так сохраняться и не будет. Сервис пошел по пути большей монетизации. Поэтому вот пока, чтобы сохранить на компьютере, использовать можно технологию только Prezi Classic. Да, к сожалению, на ПК не скачивается, но в онлайне просматривать можно. Такая вот особенность. H5P сервис интересный, это целая платформа для создания разного интерактивного контента. Тоже развивающийся сервис, постоянно что-то новенькое у них появляется. Один из шаблонов называется он «Course Presentation» для создания онлайновых презентаций с различными элементами. Этот сервис ориентирован больше на создание игровых выставок, викторины, опросы, задания. Это хороший вариант, если вы создаете, например, какую-нибудь детскую выставку с играми, квестами, заданиями, интересными загадками и так далее. Если посмотреть на рабочее поле, то можно увидеть, что здесь добавляется практически все, что угодно. Кроме традиционных текстов, видео, аудио, изображений, здесь можно добавить большое количество разных викторин. Заполни пропуски, вопросы с одним ответом, с двумя правильными ответами. С переносами слов, правда или ложь. Диалог карточки, это такие вращающиеся прямоугольнички. На одной стороне пишется вопрос, на другой ответ. И можно сам себя тут же проверить, правильно или нет. Разные игры со словами, например, отметь слова, перенос слов. Ну, можно даже чат добавить, если хотите пообсуждать выставку, можно даже чат свой придумать здесь. И огромное количество тут функций. Как это все работает, теперь расскажу. Вы заходите, регистрируетесь, выбираете вот этот шаблон, курс, презентейшн. Здесь шаблонов 40, нужно выбрать вот именно этот. Получаете вот такое рабочее поле. В центре серое поле это ваш слайд, а по краям вот кнопочки для добавления контента. Здесь нет шаблонов для оформления. Вы сами либо заливаете фон однотонным, либо фотографию грузите и растягиваете ее на экран. Здесь вот таких вот особых красивостей нет, но зато очень много всяких интересных заданий и упражнений. После этого, как вы оформили все, добавляете нужное задание. Причем специально, отдельно это задание создавать не надо. Просто кнопку набираете, нажимаете и появляется тут же конструктор, шаблон. Вы вписываете туда нужные вам вопросы, ответы, разные опции, какие необходимы. Если вы работали когда-нибудь в сервисе Learning Apps, то это вот что-то похожее, тоже конструктор. Единственное, что он на английском языке, но есть обучающие материалы. Сейчас много об этом сервисе пишут, поэтому разобраться не очень сложно. Ну и сохраняйте ссылку и код, всегда можно получить. Сервис абсолютно бесплатный пока, и количество работ здесь не ограничено. Можно создать сколько угодно презентаций. Еще есть такая особенность у этого сервиса. Если вы много задавали вопросов по ходу викторины, 2, 3, больше, 5, 6, а участник хочет узнать, сколько же он баллов заработал за все это, можно сделать итоговым слайдом. Он здесь генерируется, итоговый слайд, где участнику подсчитывается общее количество баллов, которые он набрал. За каждый ответ вы можете назначить определенное количество баллов, и на итоговом слайде каждый участник увидит сумму своих баллов и какую-нибудь поощряющую надпись. Молодец, так держать или что-то подобное. Для детской выставки, мне кажется, довольно интересная опция. Вот такой необычный сервис. И еще один сервис, созданный компанией Microsoft, и который мне показался любопытным, потому что он очень несложный. Тоже регистрироваться в нем не надо, достаточно учетной записи Microsoft. Он работает и в онлайне, и в оффлайне. У кого-то, может быть, на компьютере существует это приложение Свай. Даже если у вас его на компьютере нет, вы можете в онлайновой версии поработать, она доступна. Единственное, что все равно нужно завести аккаунт Microsoft, чтобы в ней работать. А чем она интересна? Тоже создает презентации, тоже можно создавать на основе этих презентаций выставки. Ссылку, которую я послала вам в чат, это выставка традиционная, послайдовая. Если нажать на тексты, то они появляются в нужной... Да, спасибо. Есть маленькая хитрость, можно сделать на полный экран. Все. Да, спасибо. Я помню. Забыла сказать. Да. Можно на весь экран развернуть презентацию. Ну, собственно, вот у них во всех вариантах, во всех интерактивных упражнениях можно все это разворачивать в полноэкранном режиме H5P. А возвращаясь к Свайу, можно сделать выставку традиционную, послайдовую, вот как я сейчас вам ссылку отправила, либо можно сделать выставку пролистывающуюся, такая как статья на сайте, например, которую просто мышью вниз пролистываем. Здесь все несложно. Вы можете онлайн создавать, можете загрузить готовую презентацию, пару поинта ее оформить. Здесь есть несколько стилей оформления. Вот с правой стороны я открыла эти стили. Можете поэкспериментировать, понастраивать разные варианты. Красивые подзаголовки, выплывающая анимация. Здесь все на русском языке в конструкторе. Вы можете тут же просмотреть, что получилось через кнопочку воспроизвести. И все очень симпатично и красиво. И главное, эта выставка создается за не очень большой промежуток времени. Здесь все несложно и кнопок не так много. Свай как раз был создан для людей, которые хотят много публиковаться в интернете, используя PowerPoint и не только разные материалы, которые хотят создавать много интересного контента и очень быстро. Поэтому вот свай он создан как такой плюс к PowerPoint. Новые дополнительные возможности, позволяющие публиковаться в сети. Быстро, интересно и красиво. Хороший вариант тоже для выставок. И можно вставить и на сайты в блог. С кодом и ссылкой. И самое главное, что русскоязычная версия. Ну, вот так вот выглядит, например, создание презентации по слайдовой. Вам предлагают фоны, различные элементы. Тут все отсортировано. Природа, фоны, презентации, животные и так далее. Есть определенный архив картинок, вы можете их вставить. А сама презентация в режиме онлайн создается через вот такие блоки. Текстовый, дальше блок может быть аудио, видео, картинковый и так далее. А вы как из конструктора потом эти блоки соединяете между собой, и получается готовая презентация, выставка. А теперь давайте поговорим, отвлечемся немножко от презентации, поговорим еще об одном формате, видеоформат. Тоже интересный выбор. Можно сделать выставку как слайд-шоу. В этом случае здесь уже информация не текстовая больше будет привлекать внимание, а больше сама картинка. Поэтому чаще всего для слайд-шоу выбирают обложки книг. Если какие-то красивые, необычные, например, новые поступления, чаще всего любят так рекламировать, то вот можно использовать слайд-шоу. Они сейчас очень разные, самые многообразные, какие только можно. Я выбрала несколько, те, которые уже работают давно и зарекомендовали себя неплохо. Фотопич. Сервис для создания интересных фото-выставок на основе фотографий. Просматривать их можно в двух вариантах. Как обычное видео, запустить и смотреть, как меняются слайды. Либо вот ссылку я вам сейчас отправила в виде такой спирали, или карусели, как это называется в сервисе. Фото-карусель, где книжки вращаются по кругу. Если вам нужно посмотреть на какую-то обложку поближе, вы можете просто по ней щелкнуть, и она приблизится. Одна и та же выставка существует в двух вариантах. Вы можете выбрать любой, какой вам больше нравится. Одновременно создается и так, и так. Если вы выбираете традиционный формат, то тут еще можно, кроме того, что выбрать, например, какой-нибудь текст добавить, можно еще добавить так называемый квиз, опрос. Викторину с выбором правильного ответа. И у вас получится выставка с небольшим интерактивом. Здесь, конечно, викторинки совсем маленькие, на три варианта ответа и один вопросик. Но так, для разнообразия можно добавить прямо внутрь этого видео небольшую викторину, связанную с этой выставкой. Русский язык здесь работает, кириллица поддерживается. Если вы имеете в виду надписи, да, на русском языке все поддерживается. А что касается самого сервиса, то он англоязычный. Есть обучалки, можно по ним разобраться. Но тут не так много клавиш, как видите. Тут не очень сложно, он вообще-то очень просто. Загружаете фотографии, располагаете их в нужном порядке, нажимаете создать, выбираете музыку, музыкальное сопровождение. Музыку надо выбирать из того, что есть на сервисе, тут нет опции загрузить свое. Бесплатно только из того, что есть, выбираем. Ну и все, и сохраняем, получаем код. Тут буквально несколько минут и все готово. Поэтому это очень сложно, несложно и просто. Чуть посложнее, про шоу веб. Неплохой, мне нравится этот сервис, хотя он не без недостатков. Сервис тоже для создания слайд-шоу и тоже очень быстро, просто. И на основе 15 фотографий. Принцип работы тот же самый. Загружаете фотографии. Загружаете в любом порядке. Вы их можете внутрь перестроить мышью. Здесь есть возможность настроить переходы. Сервис вам какие-то переходы между слайдами тут же подскажет. Они вот маленькими зелеными значками между слайдами обозначены. Если они вам не нравятся, щелкайте по этому значку, выбирайте любой другой. Вручную тут настраивается все. Здесь большое количество этих переходов. Выбирайте тот, который нужен. Здесь же вы можете настроить, сколько будет слайд держаться по времени, когда его не сменит следующий. И все. Это первый шаг. Второй шаг – это music. Добавить музыку. Добавляйте музыкальный файл либо из того, что есть. Там более 600 музыкальных треков, из которых можно выбрать. Либо можно было загрузить со своего компьютера аудиофайл, если ни один из них вам не подходит. И опять-таки нажимаете кнопку «Сохранить». Просматриваете. Если не нравится, можно опять вернуться к редактированию, что-то поменять местами или настройки как-то изменить. И получаете код и ссылку для встраивания на сайт и в блог. По коду и по ссылке качество получается очень неплохое. Если вы захотите скачать напрямую на компьютер, это тоже можно сделать. Но в этом случае качество будет чуть хуже. Есть тут возможность экспорта сразу на YouTube в неплохом, в хорошем качестве. Поэтому, если качество вам не очень нравится при скачивании, то можно через YouTube провернуть это дело, загрузив на YouTube, скачать с YouTube. Будет чуть-чуть качество получше. Ну, если это принципиально. Если это не очень принципиально, например, для просмотра на мобильных устройствах, это вообще отличный вариант. Здесь все очень хорошо смотрится. Ну, тоже такой сервис, очень быстрый. И еще один сервис, тоже быстрый, тоже симпатичный. Анимото. Вот вы спрашивали про поводу книжек, которые на фоне видео появляются, исчезают. Вот это про шоу-веб, может быть, но в меньшей степени. Вот Анимото. Скорее всего, что-то похожее на Анимото могло использоваться. Сервис для создания слайд-шоу на основе шаблонов. Анимото, вообще-то, платный сервис. И бесплатная опция у него очень маленькая. Буквально создать несколько секунд видео в плохом качестве с введенным знаком. Это, конечно, никому не нравится. Но есть тариф, который называется образовательный. Он пока не закрылся и работает. Это здорово. Потому что можно на нем зарегистрироваться. Даже если вы, мягко говоря, не учитель, а библиотекарь, можно зарегистрироваться как учитель какой-нибудь школы. Я, например, регистрировала в свое время как учитель школы, с которой мы сотрудничали. Здесь нужна вот эта вот ссылка на слайде Анимото. Она активная, как раз ведет на этот самый учительский аккаунт. Нужно зарегистрироваться, указать адрес, указать название школы и предмет, который вы преподаете. Я прописала себя как учителя литературы в школе. Собственно, но это по большей части формальность на самом деле. Потому что вам тут же буквально в течение 3-4 минут приходит подтверждение, что ваша заявка принята и вам дается доступ. Присылается ссылка, вы по ней регистрируетесь в сервисе и получаете практически полный функционал. Бесплатно и без водяных знаков. Вы можете создавать здесь неограниченное количество презентаций, выставок, слайд-шоу, каких угодно. Что здесь? Аккаунт дается на 180 дней. Если он у вас заканчивается, вас об этом предупредят, и вы можете его продлить тоже бесплатно, еще на 180, ну и так далее. 77 шаблонов и более 100 музыкальных треков здесь для того, чтобы работать. Есть интересные заставки, переходы. Очень красиво все это появляется и исчезает. Ну, очень красочный сервис. И самое замечательное, что здесь не надо ничего вручную настраивать. Сервис позиционирует себя как умный инструмент, который сам выстраивает ваши фотографии и подстраивает их под музыку. То есть они меняются в ритме музыки. В зависимости от того, какой музыкальный трек вы выбрали. Можно свою музыку тоже загрузить и попробовать ее. Сервис точно так же подстроит фотографии. Он их выстраивает так, потому что они бывают и горизонтальные, и вертикальные. Он тоже это все очень красиво оформляет, подстраивает. И поэтому от вас только сами фотографии. Все остальное сервис сделает за вас. Готовую работу можно тоже экспортировать на YouTube. Можно получать код и ссылку для того, чтобы куда-то встроить. На ПК скачать нельзя, но можно через YouTube скачать, если очень хочется. Правда, выходное видео получается не очень большого качества. Для большого экрана может быть не очень красиво, 360. А для просмотра на обычных компьютерах или на мобильных устройствах вполне достаточно. Вот такой тоже интересный сервис, симпатичный. Теперь от видео перейдем к таким более схематичным выставкам. Выставки на основе ментальных карт. Ментальная карта – это такая древовидная структура, вот как сейчас на слайде. Обычно так оформляют выставки одной книги. В центре помещают обложку этой книги, а по краям информацию с ней связанную. Об авторе, о героях, о дате создания, жанре, экранизациях, может быть рисунки к этой книге, видеопостановки, театральные постановки, мюзиклы, все что угодно. Можно добавить в эту ментальную карту. Получается вот такая древовидная структура. Можно и даже по какой-то тематике тоже в виде такой сделать выставки. Плюс, что здесь можно любой элемент приблизить, отдалить, посмотреть более подробно и все сразу схематично представляется. Может быть это не так красочно, как видео, но зато более информативно, я бы сказала. В ментальную карту можно добавить большое количество разного контента. Кроме картинок и текстов, некоторые сервисы поддерживают и видео, и ссылки, и какие-то другие элементы. Я предлагаю посмотреть на несколько сервисов ментальных карт. Их на самом деле очень много. Я выбрала более-менее функциональные и доступные для быстрой работы. Майнмейстер, вот я две ссылки уже в чат отправила, сервис для создания таких ментальных виртуальных карт. Он на английском языке, но он очень понятный. Здесь всего две кнопочки. По умолчанию после регистрации вы получаете вот такое бесконечное поле. На нем начинаете создавать сами карту свою. С помощью плюсика добавляете элемент. А с помощью стрелочки, вот я в красную рамку выделила это и другое, связи между ними рисуете мышкой. И соединяете между собой элементы в нужной вам последовательности. Любое движение здесь можно отменить. Все это перемещается по экрану совершенно свободно. И вы можете растягивать, увеличивать, уменьшать, как хотите. С правой стороны я открыла вам варианты оформления. Здесь можно добавить свои иконки, сменить изображение, поменять текст, как-то оформить красиво заливки, фоны и так далее. Сюда можно добавить картинки и тексты для создания ментальной карты. К текстам можно прикрепить ссылки. Еще особенность можно в видео добавить с YouTube, а тоже по ссылке. Все это свободно перемещается. Вы получаете код для встраивания на сайт или в блог. И единственный недостаток – здесь три только карты таких можно создать бесплатно. Другой вариант – Миндома. Практически брат-близнец предыдущего сервиса. Плюс к тому, что он еще и на русский язык сейчас переведен. Поэтому здесь работать еще проще стало. Миндома абсолютно такие же возможности в себе сохраняет. Тоже есть две кнопки, только они теперь переместились влево. Это плюс добавления элементов и стрелочка связи между ними. Добавлять сюда можно текст, изображение видео, разные символы, примечания и гиперссылки. Есть какие-то дополнительные опции задачи, комментарии. Есть даже чат. И вы можете пригласить для совместной работы других зрителей и читателей. То же самое, что и в Майндмейстере. Там тоже есть опция «Совместная работа». Тоже ограничение три ментальных карты. Они абсолютно два идентичных сервиса. Там очень мало чем они отличаются. Поэтому можно как один, так и другой использовать в работе. Красиво. Ну и тоже довольно быстро все получается. Еще один интересный инструмент. Можно создавать виртуальные выставки на основе так называемых виртуальных досок. Это хороший вариант, если вы хотите совместно с читателями создать какую-то совместную работу, выставку. Например, выставку читательских предпочтений хотите создать. И каждого читателя опросить, чтобы он что-то написал о своей любимой книге, например. Ну и получится такой интересный опрос-выставка. Можно использовать, например, сервис Padlet. Они все эти сервисы с виртуальными досками предназначены для совместной работы с читателями. Padlet позволяет добавлять различный контент на эту доску. По умолчанию у вас появляется такая стена бесконечная, на которую вы можете прикреплять тексты, аудио, видео, встраиваемые объекты, картинки. Вот здесь же подсказка. Сервис на русском языке сейчас. Он вам подсказывает, что нужно вставить в какое окошечко. Вот, например, вставь ссылку на сайт, страницу, фото, видео, песню, документ, статью, другой Padlet. В общем, практически на все что угодно. И это тут же отобразится на экране. Вот ссылочку я вам отправила. Это виртуальная выставка, созданная на этой доске. По-моему, очень здорово получилось. Мне эта ссылка очень нравится. Особенно. Сервис на русском языке. И вы можете даже его настроить так, что те, кто будет с вами с авторами, им не обязательно регистрироваться. Вы можете открыть доступ абсолютно для всех, даже не зарегистрированных в сервисе. И совместно что-то интересное сделать. Padlet. И еще один интересный сервис. Слиноид. Такой необычный. Он более игровой. Он больше, наверное, подойдет для детей. Потому что писать и оставлять заметки здесь можно на разноцветных стикерах. Ну, кроме стикеров, можно добавить картинки, ссылки и видео. Здесь чуть поменьше функционал, чем у Padlet. Но он такой более детский, скажем так, более анимированный и более необычный. Давайте с вами попробуем немножко поиграть, чтобы нам было не совсем скучно. Я настроила сейчас одну такую выставку, ну, про образ выставки. Какую книгу вы сейчас читаете? Вот ссылку я сейчас отправила в чат, вот эта длинная большая ссылка. Это оно и есть. Линаид. Сервис. Если вы сейчас ее откроете, я сейчас сама попробую, открывается она или нет. Ага, не открывается. Значит, нужно скопировать это и вставить в браузер, и тогда она точно должна открыться. Немножко капризная ссылка. Да. Вот единственный недостаток, у Линаид они вот так вот не открываются. Из чата я уже не первый раз сталкивалась с этим на вебинарах, хотела что-то красивое сделать, но вот она не открывалась. Вот сейчас открылась, я ее скопировала в браузер из чата, все хорошо работает. Если у вас сейчас получится это сделать, то можете ее сейчас открыть. Вы можете прямо сейчас сюда добавить стикер. Он будет у вас с правой стороны, там набор стикеров, выбирайте любой, какой вам нравится, желтый, зеленый. И на нем можно что-то написать. Если нажать на картинку, на значок с картинкой, можно добавить фотографию, можно видео. Да, вы можете написать здесь все что угодно и попробовать, как это у вас получится. Открывается вот такое окошечко, вы набираете туда текст, можете как-то его красиво оформить. Тут есть цветовые гаммы, шрифты, небольшие возможности редактирования. И нажать кнопку пост. Вот, оно открывается. И после этого оно сохранится у вас на доске в виде стикера. Вот таким образом можно организовать работу с читателями. Но вот если с браузера не открывается, то должна, если с чата сейчас не открывается, то надо скопировать и вставить в браузер. Вот, и тогда она должна заработать. У меня вот из браузера вставилось, все работает. Вот, да, что-то получилось у нас. Вот уже пять человек оставили свои отзывы. Вот. Так что нет, так что все работает, просто может быть какой-нибудь блокиратор стоит или что. Да, с браузера она 100% должна открыться, потому что из чата почему-то не получается. Да. Все верно. Вот такой необычный сервис. Вы можете рекомендовать своим читателям собирать не только в виртуальной выставке, а опросы читателей проводить, просить их выразить какое-то свое мнение, отзыв оставить в конце концов о библиотеке или о мероприятии. Вот такие экспресс-опросы можно делать в блоге и на сайте, в библиотеке. Почему нет? Это намного, наверное, привлекательнее для читателей писать на стикерах, чем заполнять какие-то вот такие формальные формы опросные, какие иногда бывают на сайтах. Ну, в общем, дело вкуса, но Линаид – это очень интересный инструмент, можно попробовать. Ссылку, которую я вам послала в самом начале на Линаид, это была выставка детских рисунков. Здесь каждый ребенок прикреплял свой рисунок на эту стену. Тоже хороший вариант, идея для выставки. Ну и, наконец, еще несколько слов о виртуальных выставках. Можно их делать еще и в виде плакатов. Плакаты бывают разные, сервисы для них тоже самые разнообразные. Я несколько, опять-таки, выбрала. Вот сервис МО, например, интересный сервис для создания мультимедийных флайеров. Вообще он больше ориентирован на какие-то объявления, но можно сделать и небольшую выставку в нем. Почему нет? Он интересен тем, что он очень несложный и в нем работает довольно быстро. Сам этот сервис напоминает набор кубиков, которые вы выстраиваете в определенном порядке, в определенной системе. В такую историю, в такую виртуальную выставку можно добавить фотографии, аудио, видео, опросы, ссылки. Вот смотрите. Вот такие кубики появляются, как только вы открываете новую работу. И вы выбираете нужный кубик, открывается конструктор, вы заполняете форму. Нажимаете кнопку «Дан» и у вас первый элемент уже сохранен. По картинкам видно, что можно добавить. Тексты, картинки, галерея, это из нескольких фотографий, видео, кнопку для перехода на какой-то сайт, просто ссылка, форма, это опрос, какое-то голосование и так далее. Все, что не только файлы под заголовком «Про», это уже платная опция, все остальное бесплатно. Можно создать здесь три таких мультимедийных плаката, мультимедийных выставки, вставить туда различный материал и получится очень даже симпатичный вариант. Единственный недостаток, хотя кириллица здесь поддерживается, но шрифт, когда вы делаете надпись на кириллице, может немножко поменяться в сторону некрасивости, потому что не все поддерживается здесь кириллицей, к сожалению. Еще один сервис – Глокстер. Глокстер – такой уж долгоиграющий сервис, он работает уже давно, одно время был очень популярен, сейчас уже менее известен, я о нем совсем недавно вспомнила и решила, почему бы о нем не рассказать. Вот Эду Глокстер. Есть у него учительский тариф, образовательный тариф, Эду Глокстер так и называется. Он позволяет создавать бесплатные работы, правда, работы очень небольшие по качеству. Я вот сейчас ссылку вам отправила в чат. Это выставка по Аркадию Гайдару. Интересно довольно получается, как детская выставка, очень ярко вышла, необычно, привлекая внимание. Сделано в сервисе Глокстер. Вы после регистрации получаете слайд один, либо вертикальный, либо горизонтальный, его оформляете как плакат. На этот плакат наносите любой контент, который захотите. Тексты, вот такие бумажные листочки, различные кружочки, иконки, выноски. Да, в плане загрузки это сервис только для хорошего интернета. Правда, чуть скорость сейчас улучшилась. Раньше я о нем не рассказывала, потому что он очень тяжелый, бесконечно долго грузился. Сейчас скоростью стала чуть лучше, и я решила все-таки о нем вспомнить в своей рассказке. Кроме вот всех этих красивостей, можно добавить тексты, картинки, аудио, видео, посылки и скачать с компьютера. И встраиваемые объекты через кнопку Embed. И все на один плакат. Все смотрится здорово, интересно, необычно. Вы можете размеры менять и местами перемещать объекты по экрану. И ссылки сюда еще прикрепить на дополнительные какие-то электронные библиотеки, например, или на электронную книгу. Но, к сожалению, сейчас ограничение 6 элементов на плакате. 6 элементов все-таки это не очень много, на мой взгляд. Текст, картинка, ну вот 3 текста, 3 картинки и, пожалуй, 2 текста, 2 картинки. И практически вот и все. Но видео можно добавить одно. В общем, может быть, функционал и не очень большой, но если такая мини-выставка, и если хочется красиво и необычно оформить, ну и если скорость интернета позволяет, то можно. Готовый плакат можно сохранить на сайте, получить ссылки. Количество плакатов здесь не ограничено. Ограничено только количество элементов на каждом плакате. А плакатов сколько угодно можно создать. Я вчера очень внимательно читала все эти ограничители. Вот выяснила, что единственный ограничитель только по количеству элементов. А так сервис необычный, красочный, динамичный. Хорошо, что он еще существует. Жаль, что ограничения такие суровые. Ну, H5P, куда уж без него. Еще один элемент на этой платформе – это шаблон, который называется Image Hotspot. Создает он интерактивные плакаты. Вы загружаете какое-то изображение и наносите на него так называемые интерактивные метки. Если вы уже видели, делали что-то подобное, то наверняка знаете, что это такое. Это такие, иногда их еще называют горячие точки, Hotspots. Вот эти горячие точки наносятся на изображение, а к каждой метке прикрепляется какой-то контент. Здесь можно к каждой метке добавить видео, аудио и текст. Причем без ограничения. Количество контента не ограничено. Можно к одной точке прибавить хоть 10 видеороликов, если возможно. Если это необходимо. Целую фотогалерею вставить, если угодно, к одной картинке. Как это все работает? Вы загружаете фоновое изображение, щелкаете по нему в нужном месте, появляется точка. А дальше вы ее редактируете. Даете ей название, выбираете тип контента. Добавляете, сколько необходимо этого контента. Потом новая метка, Hotspot. И опять тот же самый конструктор, и опять та же самая работа. Можно немножко подредактировать окно, которое будет выплывать, когда вы открываете интерактивный контент. Можно его развернуть на весь экран. И после этого работа сохраняется, публикуется кодом, и ссылкой она вставляется на сайт и в блог. Вот таким образом. Еще один мой любимец, Женя Алиссервис. Мы с ним делали несколько выставок в библиотеке. Очень здорово, на мой взгляд, у нас получилось. Нехорошо себя хвалить, но тем не менее у читателей большой интерес к этим выставкам. Первая ссылка – это выставка «Облачный полк» Эдуард Веркин. И вторая выставка – это то, что сейчас на экране у меня на слайде. Это выставка на «Мурманской волне». Мы делали выставку фотосушки. Фотосушки с фотографиями и стихотворениями мурманского поэта. Да, здорово, если вам нравится, потому что сервис сейчас, наверное, самый известный среди интерактивных плакатов. И у него самый большой функционал. Вы опять загружаете фоновое изображение. Мы сделали так. Мы сфотографировали выставку, а потом к каждому экспонату на выставке прикрепили метку. А в эту метку уже внесли дополнительную информацию. Например, если открыть фотосушку, то можно не только фотографию поближе посмотреть, но и прочитать стихотворение, которое на обороте написано, а его еще же послушать в исполнении читателей нашей библиотеки. Вот такая аудиовыставка получилась. Это интересный вариант. Если у вас выставка была очень красивая в оригинале, вы хотите ее сохранить для потомков в архиве и еще показать другим читателям, то это здорово, все работает. Можно перенести ее в виртуал и опубликовать на сайте и в блоге. Здесь в центре будет сама эта картинка, на которую вы наносите метки. Они называются интерактивные элементы. Interactive Elements. Кроме меток вы можете поверх выставки писать, добавлять туда картинки, менять фон, добавлять медиа различные, например, аудио или видео. Сами метки могут быть анимированы. Они могут вращаться, вылетать, исчезать, появляться. Здесь можно настроить буквально все. Практически скорость ее появления, когда, на какой секунде появится эта метка. И вообще все, что вы поверх картинки накладываете, это все анимируется. Ну и потом можно из нескольких таких интерактивных плакатов создать одну большую красивую презентацию. Сейчас покажу вам ссылку. Очень интересная работа. Мне она очень нравится. Я ее всегда показываю. Вот такая вот виртуальная выставка, интерактивная, сделанная на основе сервиса Джениали. Конечно, потребует много труда и много работы, но оно того стоит. Очень здорово получается. Вот такой необычный сервис. Очень рекомендую. Он сейчас практически бесплатный. И у него есть функция совместной работы. Из последних нововведений можно добавлять соавторов в работу. Количество плакатов здесь не ограничено. Ну и в заключении, на веселой ноте, с музыкальными выставками поговорим. Если вы хотите создать с музыкой что-то, с музыкальным сопровождением, есть такой старый известный сервис, называется он PlayCast. Вообще-то он для создания музыкальных открыток. Но вот библиотекари приспособили его еще и для создания выставок. Сюда помещается обложка книжки, Если добавляется какая-нибудь музыка, интересное сопровождение, можно добавить видео. И сделать такой маленький плакатик с обложкой, с текстом с небольшим и с музыкальным сопровождением на заднем плане. Получается музыкальная открытка, посвященная какой-то книжке. PlayCast очень хорошо сейчас в библиотеках используют для конкурсов. Например, просят читателей поучаствовать в конкурсе музыкальных открыток «Моя любимая книга», например. Каждый из читателей готовит вот такую маленькую мини-историю, а в своей любимой книжке добавляет к ней аудиофайл какой-то интересный. Сервис на русском языке, здесь все очень несложно. Выбираете, получаете вот такое поле в сеточку, на него добавляете элементы и тексты. Аудиофайл потом подключаете, получаете ссылку и код. Можно ее вставить, устроить, как хотите, на сайт и в блог. Целую галерею таких работ у себя в библиотеке демонстрировать. Да, вот так. И последняя уже на сегодня ссылка, последняя моя идея, которую я вам предлагаю, это выставка коллекции. Здесь уже речь пойдет не о книгах и печатных изданиях. Здесь, конечно, скорее пойдет речь о подборках различных ресурсов, интернет-ресурсов, коллекции полезных ссылок. Я бы их так назвала. Для этого есть сервисы, которые занимаются как раз аккумуляцией вот этих разных полезностей, которые собирают информацию по какой-то теме на основе ссылок на интересные веб-сайты. Это сервисы Pinterest, это англоязычный сервис, и наш сервис Pin.me на русском языке. Они с одинаковыми абсолютно возможностями позволяют собирать ссылки на интересные публикации. От вас только требуется зарегистрироваться на этом сервисе, а дальше уже дело техники. Вы просто собираете нужные вам материалы под одной обложкой в одну папку, а потом получаете ссылку для того, чтобы делиться с читателями. Например, собрать какие-то полезные ссылки касательно какой-то темы, например, защита прав человека и информированием заниматься читателей. По какой-то определенной теме предлагаем вот такую коллекцию полезных ссылок, например. Да, сундучок ссылок – это хорошее дело. Кто-то занимается коллекционированием ссылок на интересные веб-сервисы, например. Я там тоже зарегистрирована. Я одно время собирала ссылки на разные инструменты по скрайбингу и по анимации, поскольку меня эта тема интересовала. Вот там можно такую мою коллекцию найти. В общем, это полезно не только для виртуальных выставок, но и для самих библиотекарей. Они могут использовать это все в работе. Ну, на этом я наш небольшой рассказ о виртуальных выставках заканчиваю. Если у вас какие-то вопросы сейчас появились, пожелания, предложения, то я еще какое-то время буду с вами. Спасибо вам большое, что вы поучаствовали в работе. Спасибо за активные комментарии, за то, что помогали, подсказывали, задавали вопросы. Жду уже на следующем вебинаре. Он будет уже в мае месяце. Приходите. Осталось совсем немного еще в мае и в июне последние в этом сезоне два вебинара. Поэтому, если вам интересно, приходите. Готовую эту презентацию сейчас еще можно скачать через кнопочку веб-ресурсы. Она вот вверху серая папка такая. Если вы ее откроете, увидите там. Это презентация с зеленой стрелочкой. Нажав на нее, вы ее скачаете себе на компьютер. А чуть позже я в группе, может быть, вы в курсе уже, что есть группа на Фейсбуке, называется «ЭКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей». Чуть позже я там размещу и видео этого вебинара, и саму презентацию два в одном. И можно будет и видео посмотреть, кто что-то пропустил, и презентацию скачать. Так что вот, приглашаю. Ну и тут на последнем слайде у меня ссылка «27 онлайн-инструментов для создания виртуальных выставок». Это еще более подробная коллекция. Вот такой сундучок моих ссылок полезных. Спасибо большое. Дорогие друзья, огромное спасибо всем за участие в нашем вебинаре. Чуть выше по чату я разместил информацию о сертификатах. Они уже сформированы, и их можно приобрести по ссылке, которую я привел. Спасибо огромное, Марине. Спасибо вам за участие в мероприятии и за вопросы, которые вы задавали. Встретимся на новых вебинарах Директ Академии. Приходите, будет интересно, будет весело и будет хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.